ну давайте мне необходимо ваше озарение сознания после вчера все что происходило вчера до сегодня какие-то очень важные для вас понимания кратенько то есть без длинной предыстории а именно кратенько что вы поняли что вы осознали чего вы у себя нашли что вам очень важно поднимаем руки а вообще еще лучше поднимаем руки выходим сюда садимся и говорим вот сюда потому что вас не будет слышно и сразу никто руки не поднимают то есть вчера никто ничего не понял не допер и в общем-то будем активными сегодня задерживаю часто дыхание могу на неопределенное время задержать дыхание и не дышать нет просто я задерживаю дыхание то есть это связано с тем что я так считаю но у меня был страх перед неизвестно когда я во время рождения но меня вернули так еще я разговариваю и там часто бывают землетрясение и я как раз попала в такую ситуацию в год да мне было примерно год и было землетрясение я горала и и сразу потеряла голос и вот после этого я очень долго не могла говорить и вот это тоже страх то что помещение нахожусь тоже я задерживаю дыхание если еду я вчера тоже осознавала что вот я еду в троллейбусе поворот и я задерживаю дыхание у меня идет страх но я осознаю я с некоторых пор уже начала осознавать что у меня вот идет задержка но не определенное время начальника не понимала почему у меня постоянное головокружение и непонятное состояние что я могу уже упасть и и и попасть на фактически и вот сегодня я уже начала понимать что вот я люблю вот мне идет сначала я люблю вот я где я родилась где я нахожусь я люблю то есть где в каком бы месте не находилась такие бы там не происходили ураганы или такие бы не происходили землетрясение я люблю всю землю и такое вот ощущение что и я благодарна и еще нашла такая благодарность я к тем людям которые боролись за мою жизнь во время когда я уходила все так кто следующее что за вчера так все было непродуктивно на самом деле есть вещи которые достаточно тяжело иногда выражать словами словесно вот я начал углублять состояние в котором я пребываю ну последние может быть несколько лет начал углублять благодарность вселенной всему и пришел то о чем ты говорил вот это действительно ощущение каждый атом каждой молекулы или что-то большое оно фатальное оно просто поглощает сознание потом о чем мы говорили произошел то что ну действительно ты не можешь не говорить не двигаться ты сидишь как неадекватный со стороны кажется что ты наверное тебя пора закрыть уже просто я взял эту тетрадку начал прописывать там не имеют пальцы теряется речь контроль не пришел не на пока контроль не пришел возможно требуется это время но я ощутил вот эту фатальность еще глубже это клево на функционировать несложно нет я думаю что она придет потому что если бы все люди которые доходили до этого уровня еще ежем бесконечно 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 тогда бы всех просто закрывали сумасшедших дома для просветленных людей которые просто дошли до ощущения фатальности вот но я сегодня думаю на инструмент чтобы это все как-то расщепить и структурирует что ли как-то что ты ощущаешь в эти моменты вот если сейчас смотреть на то состояние самое ярко выражено это такая неимоверная пульсация области нахаты то есть мы люди на солнечное сплетение но его разрывает изнутри и все в этом растворяются воздух он становится как сгущенка такой то есть не знаю как все все едино как единая масса поэтому естественно нет разделения там я ты попробую без этих философских терминов четко как ты чувствуешь говорить просто фразы говорить то есть не поясняет для нас а именно для себя это растворение просто одно слово растворение больше не знаю как подобрать растворение может просто необходимо время именно уйти в это состояние потом она освещает тебя и начинают структурироваться бывает когда не пускаешь себя на полностью уйти вот в это растворение то ты и не здесь и не там либо там либо здесь а чтобы быть осознанным необходимо полностью слева полная растворяя этому процессу бы исполнилось мне кажется что именно поэтому как раз у них контроль как бы на что для тебя в этом моменте контроль нет нет что контроль на тебя ты говоришь его нет но как ни странно человек который находится возле меня он тоже попадает в это состояние видимо погружать в моем поле я не знаю как происходит и был случай недавно я тоже консультирую клиент сидит возле меня и мы просто три часа просидели вот так вот прошло так вот смотрим и такой ответил на вашу реальной ситуации было несколько дней назад вот тут уже надо как-то адекватно может не надо я не знаю меток в питере было 9 часов прошло я выхожу ощущение будто 15 минут пятна я стою говорю это чё за шиза 15 минут вместо девяти часов как я вспоминать буду что было за эти девять часов не при этом нормально то есть никто не имеет никаких претензий все идет своим чередом и пограешь где-то оказаться в нужный момент времени и что тебе делать именно тот момент по сути все даже еще лучше происходит это бы вселенная сама тебя ходы там шахмат и все это четко понимаешь и чувствуешь куда на тех сложно делать нет понимания есть осознавание понимание нет процесс ума он не как бы меня а ты где находишься а пощупать где нахожусь при этом и вселенная если там люди дальше двигаются тадея сейчас ну наверное так говорить то мысль нет то есть они есть но они уже не со мной связано это отдельно существующий который сам по себе работает он он как инструмент работает делать какие-то функции я уже с ним напрямую не взаимодействую видимо взаимодействие на других уровнях как я могу там когда входишь в это постину в этот полностью слияние вместо мыслей рабочими становятся даже не осознавание еще глубже процессы то есть сначала вы думаете да там диалог в голове идет потом когда через благодарность уходишь внутрь глубоко это вот умиротворение и этот вот растворение когда каждая клеточка каждый атом не огромный такой беспредельный океан да и потом когда ты с ним сливаешься мысли можно использовать ты потом их используешь как инструменты да но сам процесс мышления он еще глубже становится вы начинаете думать осознаваниями то есть не нужно думать целыми фразами сейчас я наверное пойду туда то этого уже нету вместо этого просто вспышка осознавания вот сюда вот это вот это но потом будет еще глубже когда как вот мысль сворачивается когда вы уходите глубже в умиротворении такие осознавания процесс мышления через осознавание тоже будет сворачиваться в еще более короткую форму более глубокую и это уже будет проявляться в нервной системе на телесном уровне это уже не то момент типа так я знаю мне сюда или так я знаю мне сюда вот вот так я знаю больше не будет это будет когда просто проявляется вселенная все и не нету не мысли не осознавания но вы можете использовать это как инструменты если надо потому что мы же общаемся правильно а то и реально будет закрывать можно грубый пример прийти чтобы понятно для тех кто может каждый то что они они о чем то непонятно говорят например у человека ему грубо говоря богом предназначены заниматься творчеством он творческий человек но ему родители говорят мы тебя за своим институт ты будешь экономист ты обязану тебя засунему родственников все места и ты понимаешь твоя душа хочет заниматься творчеством писать картины и а ты насилуешь себя. И наступает момент критической массы, когда просто сносит крышу и говорит... Человек бросает все, бросает карьеру, словно говоря, ему кажется, что все кончено, но при этом, когда он реализуется, все происходит настолько естественно, нормально. И Вселенная дает ему все инструменты. Я не говорю про то, что беспокоит материалистов, и деньги, и какие-то там нужные люди. Человек реализуется, как минимум получает счастье. Вот это он дает выход. И все приходит, все приходит. Они нужны откладываться. Вот это можно сравнить. То есть ты знаешь, что есть единый путь, один коридор. И ты идешь по этому пути. Вот эти все пути, они как бы меркнут, гаснут. Только вам нужно принимать решение, да, когда тут критическая масса. Да, это ответственность. Да. Это ответственность. То есть вы берете на себя. То есть вы можете быть в аду здесь сейчас, и вы можете быть здесь сейчас счастливыми и реализоваться как-то. Как только вы принимаете решение, то Вселенная моментально создает вам коридор, поток. И все, там есть и деньги, и возможности, и друзья, и знакомые, абсолютно все. Но только необходимо принять решение. У меня был такой период, когда где-то год назад или полтора у меня был момент выбора. Либо я занимаюсь через фотошоп и иллюстратор, делаю вот эти вот иллюстрации, у меня будет доход, да, я буду там писать себе там какой-нибудь художественный роман, буду рисовать регулярно там рисунки, и будет, могу жить нормально, если что. И внутреннее огромнейшее чувство свободы. Куда я вот эту беспредельность запихну вот в этот маленький план, да, создавать иллюстрации и писать книжку-роман и сеть дома. Ну, я никак себя сюда не запихну, ну, никак. При этом работает страх, а что, если я не смогу зарабатывать деньги? У меня с этим большая проблема, да, социальная. Это ум, да, я хочу поправить. Это ум? У меня есть страх, да, то есть недоверие вселенной. Типа я думаю, что она сейчас сделает мне полную жопу, то папа с мамой умрут, и у меня не будет бабла, и я скончаюсь на улице. Просто это у меня идет еще, когда я родилась, и меня на три дня от мамы отлучили, и я лежала, то есть без мамы. И у меня в этот момент мне необходимо было раскрываться вселенной, чтобы она обо мне заботилась, а я начала напрягаться и переживать. И вот это вот переживание, напряжение, типа вселенная, ну, как же так, а что же я буду делать? Оно проявилось в этом моменте, когда я решала, куда же мне идти, создавать ад здесь, да, или создавать счастье, умиротворение, творчество и свободу. И в тот момент я просто поняла, хорошо, я даже, я начала изучать иллюстратор, начала изучать, как это все работает. Короче, две недели я потратила, и каждый раз, когда я сидела, я это все изучала, я понимала, ну, ты же так не сможешь жить, правильно? Ну, вот куда ты себя запихиваешь? Ну, хорошо, ты можешь себя обмануть на сейчас, на день, на два, на три, на неделю, на две. Но тебя же все равно прорвет, это же постоянно происходит. Ты взрываешься, потом все это разрушаешь моментально, сидишь и говоришь, и что дальше? Вот, и тогда у меня было на весах, либо я выбираю этот путь, а я понимаю, с моей силой сознания, что я не выберу, у меня будет моментально тоннель, он будет очень плотный, он не будет крошиться, потому что, если я выберу страх, это будет тоннель страха, я буду биться об зеркала. То есть, бывает, если еще маленькая скорость, да, выбираете, и оно так, оно широкое, оно такое более-менее гибкое, вам кажется, что у вас и здесь выбор, и здесь выбор, а когда очень четко структурированное сознание, это высокая ответственность, то есть, я четко понимаю, если сейчас я выберу страх, это будет узкий, кромешно-темный, точечный тоннель, и мне будет очень плохо. Либо я выберу, либо я выберу эту полную неизвестность и скажу, Вселенная, я доверяю тебе этот план, да, материальный уровень, я не умею здесь, я здесь реально не умею, но для этого мне нужно было признаться, что здесь я не умею. То есть, вот, я здесь не умею, пожалуйста, просто определи для меня здесь, то, что мне необходимо, а я, я полностью беру ответственность за то, чтобы понять, для чего я здесь, что мне необходимо делать, вложить всю свою ответственность и осознать в качество, чтобы понять и делать это очень качественно. И с этого момента вся моя жизнь полностью изменилась И вот тогда вот начался осенний тур, сейчас весенний тур И нету проблем, нету проблем с материальным планом, понимаете? То есть сначала папа первый осенний тур обеспечил большее участие, где прожить из-за билета Я тогда сказала, что ни билета, ни проживание люди не оплачивают, оплачиваю я Мне надо было вложить определенное, показать вот что я умею А сейчас я четко ставлю момент, чтобы либо бесплатный зал Вот в Одессе получилось бесплатный зал и бесплатный вход Потом в Питере был бесплатный зал, в Москве зал за донейшн Кто оставлял, кто не оставлял И платили только за билет, как и здесь, только за билет То есть я понимаю, что здесь вот моя ответственность, у меня есть идеалы У меня есть мои высшие ценности Я считаю, что вот эти знания, умение давать себе нежность, давать себе благодарность, радость, быть осознанными Вот мы говорили с Володей, во времена войны, с Владимиром вернее, во времена войны нежности Вряд ли родители давали такой большой акцент на нежность, на благодарность, на радость детям Там надо было выжить И сейчас более старшее поколение сталкивается с тем, что просто уходит в шизофрению И сознание схлопывается, и все Я считаю, что вот эти знания, эти понимания, они должны даваться бесплатно Это то, с чем мы рождаемся, и то, что еще с детства необходимо объяснять ребенку О том, что ты можешь сам себе это дать Не надо бегать за мамой, а потом обижаться на маму Если маме тяжело, и ты можешь сам себе это дать То ты еще можешь подойти к маме и сказать Мамочка, да ничего страшного, давай я тебя обниму, давай мы с тобой поговорим А вместо этого получается, а, ну вот, это мама Короче, я пойду посижу там в компьютере или еще что-то, идет разделение И вот я считаю, да, что это должно даваться бесплатно И я понимаю, что если я буду выбирать компромисс от своего идеала Этот компромисс и будет проявляться у меня в реальности Когда искали, например, в Питере зал И тот зал, который подразумевали, его не дали бесплатно А сказали, типа, за 100 рублей с каждого человека Мне говорят, типа, это же немного Я говорю, понимаете, я говорю, я знаю, с идеалистами очень сложно общаться Мы на компромиссы, типа, не идем И это раздражает Я говорю, ну, мне необходим бесплатный зал Не будет зала, не будет лекции К вечеру находится офигительный бесплатный зал В отличной атмосфере, большой Я четко увидела То есть Ирина просто спрашивает Показывает мне, чтобы я могла посмотреть внутрь Насколько я предана своим идеалам Насколько я предана своим ценностям Насколько на самом деле для меня ценно, чтобы Это знание, которое я не судавалась бесплатно Как можно меньше, чтобы это забирало денег То есть я так как бы Если бы, вернее, если бы Когда я смогу создать себе такую возможность Чтобы у меня шел денежный поток То я хочу это все сделать полностью бесплатно Конечно, моя высшая мечта там дальше Это чтобы могли быть центры, где бесплатно Человек может прийти и научиться всему этому Когда не надо будет собирать деньги или еще что-то Когда каждый человек может понять, что Вот если я хочу научиться нежности Я могу прийти сюда Или у меня проблема, я могу позвонить сюда То есть это уже там мои мечты и идеалы Это только что я стремлюсь реализовать И вот здесь вот у каждого из вас точно так же Есть ценности и идеалы Либо вот ад Либо доверить вселенной и признаться Вот здесь вот я нифига не понимаю Я здесь не умею Но вот все, что я могу Это полностью взять ответственность За то, чтобы понять себя Вспомнить себя Узнать свое предназначение При общении со своим телом И полностью вложить себя В качественную реализацию того, что я несу А все остальное будет отстраиваться моментально Примагничиваться просто на ваше решение И на ваших преданных ценностей Которые вы несете Вашего предназначения Мне нравится эта песня Девочка Ролик был Она оперным голосом обалденно поет И там она говорит Боже, если Я знаю, что я еще очень мало понимаю Но если ты Как же там Your grace should surround me Короче, если твоя милость Наполняет, окружает меня То я сделаю все Все от меня возможное Вот эта ответственность Просто делать качественно То, что от вас зависит То, что касается Вашего сознания И вашего тела Это тот магнитик От которого потом отстраивается реальность Если вы делаете абсолютно Все, что от вас зависит Относительно ваших эмоций Вашего понимания себя Выбор ответственности Внутри За ваши ценности За преданность За определение каждого момента внутри Тогда пространство моментально отстраивается Здесь не надо беспокоиться Хотя я по себе знаю Как это очень жутко Две недели беспокоиться Хвататься за стол И говорить Ну как же это дознать дальше Что-то жить Ему не Ну что же делать Вот Это как диалог В принципе, я выразил Спасибо Благодарю Спасибо Спасибо Следующий Ау Эй О, отлично А, ножки затекли Когда я сидела Думала, что с начала мы тут приходили Сейчас И у нас чистое будет Да Говорите Я ощущаю, что Вот Есть Опразное поведение С людьми Родными Ну прямо как-то вот Глубинно родными Это все спокойно, хорошо, замечательно А Если Есть момент Какой-то неуверенности То Сразу включается Как оценка Я или Как-то пинею Как будто Меня оценили Я оценили Или же Начинаю просто Ну как Выпендриваться Что-ли Вот Стараться Чего-то проявить Как Или стараться Проявить то, что от меня хотят Или как бы То, что Мне бы хотелось Может быть В данной ситуации Но это получается Все как-то очень натянуто В общем Или есть Естественность Когда все родные Или есть натянутость Любой Любой степени Если Если чувствуется Какое-то Разделение На своих Чужих И Ну хочется, чтобы Не было Оценочности То, что Обнаружила Вчера Сегодня Про оценочность Разделение Чужих И своих И когда Чужие То Идет Напряжение Даже Когда чужие Напряжение Или когда Люди Которые Обладают Какой-то Сверхценности Которые 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 Считаешь В какой-то Мере Выше Себе Авторитет То есть Сейчас Те напряжение Что Сейчас Нет Сейчас Такая Ситуация Когда Можно Не всегда Кажется Можно Или Не Можно А как Ты знаешь Что Сейчас Можно Вдруг Не Ся Сама Сказала Что Можно Я Сказала Что Можно Что Говорить То Что Хочется То Что Приходит То Есть Фишка В том Что Ты Не Можешь Говорить То Что Хочется И То Что Ты Чувствуешь То Что Ты Думаешь Гениально Так Значит Подходишь Каждый Раз Я Когда С вами Общаюсь Скажите Что Можно Тогда Я смогу С вами Искренне Прямо Общаться Да Она Напоминает Что Она Как будто Выходит На Сцены Театра И Все Зрители На нее Она Чувствует Внимание Зрители И Не Знает То Ли Оправдать Их И Доверие То Ли Оправдать Своё Доверие И Вот Она Менчественная Доверие Так Вот Я Так Круг Шла Она Не Знает Самой Себе Починиться Или Оправдать Доверие 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 А Сейчас Выйдешь Ага Я просто Знаю Человека В котором Мне Как будто Реально Нельзя Быть Собой Это Мама А Почему Нельзя Что Будет Если Будешь Собой Что Будет Если Ты Скаж То Что Ты Чувствуешь Думаешь Она Скажет Нет Ты Нормально Так Нельзя Она Сыскает Так Нельзя Ты Уже Говоришь Сама Себе Так Нельзя Погодите Про оценки Сейчас Да Да Ты Уже Ведешь Так Как будто Мама Среагировала Потому Что Знаешь Реакцию Мама Слушайте Здесь Прикольный Момент Ты Сказала Что Если Ты Будешь Еще Раз Можешь Сформулировать Что Будет Если Ты Начнешь Выражать То Что Ты Думаешь И Чувствуешь Маме Скажет Не Оторванный Не Не Такая Неправильная Нет Неправильная У кого При этом Будет Болевые Состояния У Мамы из-за чего? Ну, потому что это не вписывается в ее картину, она так не может что-нибудь. Ну, живешь же ты? Ну, я. Ну, ничего страшного, да, ну, пожилу для мамы. Смотрите, есть прикол, когда вот вы говорите, да, если я выражу себя искренне рядом с каким-то человеком, скажу то, что я думаю или то, что я чувствую, а потом мы продолжаем, то тогда, например, он обидится, или тогда заберут с инфарктом в больницу, или вот она со мной не будет разговаривать, или он со мной не будет разговаривать. Попробуйте переформулировать вторую часть предложения для того, чтобы повысить собственную осознанность. Если я или когда я выберу искренне проявить себя, сказать то, что я думаю, сказать то, что я чувствую, то другой человек выберет выберет, понимаете, выберет, понять себя, свою реакцию эмоциональную, свою боль, или не понять. То есть в данном моменте, это, например, если я скажу маме, да, там, что я там чувствую вот это, или там, я верю вот это, то мама выберет. Что она выберет? Какую эмоциональную реакцию мама при этом выберет? Ты не знаешь? А как узнать? Ну, представь, что мама, не знаю, то, что сказала, то, чего ты боишься, да? Она скажет, что ты ненормальная там. Можешь сделать акцент на этом моменте, что когда ты говоришь о чем-то, что тебе очень важно, твоя мама именно выбирает. Ты говоришь, почему я спросила про болевой эффект? Достаточно часто мы не выбираем, вернее, мы выбираем отказаться искренне себя выражать, только потому что считаем, что болевой эффект сильнее будет именно у другого человека. И, собственно, очень сильно закрывая глаза на то, что на самом деле болевой эффект потом будет у нас капитальный. И вот в этом моменте, когда болевой эффект у другого человека, да? Боль – это непонимание себя. Каждый раз, когда мы испытываем боль, мы просто не понимаем себя. Не понимаем, в смысле, не направляем внутрь себя внимание, чтобы распознать, что я ощущаю, что я чувствую, какие эмоции, какие чувства, какие состояния, какие образы, какие воспоминания приходят, какой ассоциативный ряд внутрь меня погружаюсь. То есть откуда идет боль? Что я такого не понимаю, и чему я сопротивляюсь внутри себя, что мне больно? В этом моменте, это представьте, с пятого этажа вы прыгаете либо в океан, только не пластом, рыбкой, прыгаете либо в океан, либо на асфальт. А где будет больнее? Да даже и не с пятого, хорошо, со второго. Сама фишка того, что когда мы себя не понимаем, когда мы отказываемся распознавать свои чувства, эмоции, свои состояния, свои ценности, во что мы верим, что мы чувствуем, чего хотим, когда мы от этого отказываемся, мы вместо океана ставим асфальт перед собой, а потом туда прыгаем, естественно, мы испытываем боль, и такую нехилую боль, правильно? Когда мы выбираем понять себя, то есть направить внимание внутрь, и начать распознавать, какие эмоции я ощущаю, какие чувства испытываю, какие у меня сейчас состояния, что мне это напоминает? Потому что очень часто состояния наши повторяются, и бывает, распознаешь эмоции и чувства, и тут прямо аж привкусные языки, и ты думаешь, блин, я это где-то уже испытывала, это такое четкое доживю, где-то я это уже чувствовала. И вы вспоминаете, например, в 7 лет, вот в 7 лет было точно такое же ощущение. То есть по эмоциями и чувствам, по этому вкусу можно моментально выйти на причину, где вы намного глубже, намного раньше, первый раз отказались понять себя, прыгнули на асфальт с пятого этажа так радостно, ради мамы или ради папы, или выбрали понять, то есть или, вернее, вы как раз и не выбрали тогда понять. Но вот здесь вот очень важный момент, то есть я возвращаюсь обратно по цепочке, болевой эффект, я это называю перенос эмоциональной ответственности. То есть я не смотрю в данном моменте, то есть представь, вот я на твоем месте, да, я не смотрю, что если я не искренна, то я закрываю себя, я, во-первых, начинаю жить в душной комнате, поскольку если я позакрываю в комнате все окна и все двери, сяду, то через сутки мне уже будет жутко дискомфортно. То есть когда мы выбираем вместо искренности открытых окон скрытность по причине того, что кому-то будет больно, то первое, что мы упускаем, первое, что я упускаю в такой ситуации, это следствие, как я буду себя ощущать. Потому что каждый момент неискренности – это зажим внутри, это напряжение. Река, вот она течет, по руслу, все классно, полностью искренне. Когда вы выбираете по какой-то причине, обычно причина переноса ответственности, во-первых, что другому будет больно, больнее, чем вам, это раз, и неуважение выбора человека, понять себя или нет. То есть другой человек в этой ситуации, он выбирает понять себя, и тогда вы коммуницируете нормально, и вы говорите, ой, он меня понимает, все классно, с ним я могу быть искренна. Либо другой человек выбирает отказываться понимать себя, он говорит, блин, это такая фигня, иди ты знаешь куда там, или мне больно, вот из-за тебя я обиделась или еще что-то. Этот человек выбирает отказаться понимать себя, свои чувства и эмоции. Тогда, если с вашей стороны есть уважение чужого выбора, вы можете коммуницировать дальше, вы можете просто спросить, хорошо, а что это для тебя, а почему тебе больно? Если у вас есть искренний интерес, а не чтобы добить человека, а потом быть хорошей, типа, вот, смотри, видишь, благодаря мне ты себя понял. Потому что, когда будет такой момент, что вы захотите сделать ему лучше, чтобы он был сейчас радостнее, легче, есть туалет, если что, то здесь опять вы пропускаете, что вы не ему хотите сделать легче, лучше, и сделать его счастливее, чтобы он себя понял, а чтобы не сталкиваться с вот той самой болью, что сейчас, если он все еще не поймет меня, то мне будет очень напряжно снова выражать себя искренне. А я хочу с этим человеком общаться, да? Очень хочу. Но он меня не понимает. Сейчас я с ним так поработаю, что он меня будет понимать, и у нас все будет хорошо, да? Знакомый момент. Давайте я сейчас помогу, ты себя поймешь, и ты сможешь со мной общаться, и тогда мы будем жить счастливо. Распространенный момент. То есть возвращайтесь в внимание, есть тело, есть сознание, есть чувства, эмоции, состояние, ценности. Вот этот конгломерат, вот ваша капсула, да? И внимание все время только внутри. Все начинается на вас и заканчивается на вас. И тогда вы можете выбирать, что выражать в мир, реально выбирать осознанно. И вот в этом моменте вернемся. И я тоже расплываюсь. Уважение выбора вашего близкого человека, вашего родственника, того человека, который для вас, да, авторитет, например. Понимать себя или не понимать себя. А часто мы говорим, он не понимает меня, и поэтому он на меня, вернее, он не понимает меня, да, вот он обижается, он не понимает меня, нифига. Он не хочет понимать себя, поэтому он испытывает боль. И он говорит, это ты виновата, это все из-за тебя. Если вы уважаете свой опыт, если вы уважаете и цените свой выбор, то вот такая стрелочка, это все из-за тебя. Для вас будет очень четким пониманием. Этот человек сейчас отказывается понимать себя. И гавкает, и кричит он из боли на меня. И хочет буквально мне сказать о том, что он не понимает себя. То есть когда ваш фокус внутри вашей капсулы, тело, сознание, чувство, эмоции, ваши ценности, тогда вы уважаете себя. Тогда вы понимаете, насколько вы ценны. Это самоуважение, это возможность четко видеть ситуацию. Если вы четко разбираетесь в себе, то смотря наружу и ведя обиды других людей, ведя ихнюю агрессию, злость, раздражение, грубость, жестокость, то, с чем нам очень сложно справиться. Вы будете понимать, этот человек сейчас буквально кричит о помощи. Он говорит, я не могу себя здесь понять. В этом моменте я не могу себя здесь понять. То есть когда вы все время внутри себя, и вы себя понимаете, и смотрите на мир из своего центра, сердца, то тогда, наблюдая за миром, вы можете понимать, что агрессия снаружи – это просто крик о боли, а огромные боли внутри этого человека. Если вы это понимаете, тогда, опять же, при огромнейшем уважении себя и ценности своего опыта, вы не будете пытаться переделывать этого человека или сделать ему хорошо. Милый, я понимаю, ты кричишь мне о своей боли, сейчас я сделаю тебе лучше. Хочешь, я тебе сейчас помогу? Давай, даже если не хочешь, я хочу тебе помочь. Ау! Уважение. Уважение – это значит, во-первых, спрашивать у другого человека. Ты хочешь понять себя? Хочешь понять свою боль? Хочешь понять, почему ты обижаешься? Обычно люди говорят, да нет, иди ты знаешь, куда. Отлично, делайте шаг назад. И прям можете сказать, сейчас ты выбираешь вот это, хорошо? А я выбираю вот это. Голосовая коммуникация, да, очень важна. Если вы не телепаты, да, даже телепаты общаются. Коммуникация. Очень необходимо, потому что можно развернуться и уйти. И тот человек, который на вас обиделся, да, и который находится в боли, он себе такого напридумывает, он такое напрредполагает. Он потом к вам придет и начнет разговаривать с вами из того, что он напрредполагал о вас. И при этом он не скажет вам, я о тебе сейчас такое напрредполагал, и поэтому сейчас я всю ту хрень, которую я тебе сейчас скажу, это потому что я о тебе напрредполагал и не спросил тебя, что означало то, что ты сейчас развернулась и ушла молча. Это же нормально, люди так не коммуницируют, да? Они просто все это сжимают внутрь и говорят, ага! Ну, либо очень жутко перенапрягаются. И говорят, так, я не знаю, что нужно сейчас делать, нужно соответствовать. Нужно просто соответствовать. Это самый безопасный вариант. Когда я не знаю, что делать, нужно просто соответствовать. Вот здесь у тебя выбор, когда ты не знаешь, что делать, когда ты напряжена. У тебя две дорожки. Вот как мы говорили, да, либо персональный ад, либо счастье. Две дорожки. Либо ты выбираешь... Так, если когда я не знаю, то нужно соответствовать, да? Вот. Если происходит что-то непонятное, ложись спать. Либо ты можешь выбрать, погрузиться внутрь себя и спросить, что я сейчас чувствую, что я сейчас хочу выразить, и начать говорить об этом. Если внутри себя обычно в эти моменты только жуткая неуверенность, о чем я хочу-то действительно. Так это возможность, это жуткая неуверенность, просто тебе говорит, ты не знаешь, что ты хочешь. Вот так можно пойти и сказать, пять минут, заходишь в ванну, ищешь, что ты хочешь. А как ты думаешь, ты поймешь, чего ты хочешь? Селена тебе прямо сейчас мониторчик с экраном выдвинет и напишет, ты хочешь вот этого, запомни. На вас ответственность, понимать, что вы хотите. Фишка в чем? Это все очень прикольно и весело работает, да? Если понимаешь, как это работает, а не понимаешь, что не весело. Когда мы не знаем, чего мы хотим, да? Вот я на твоем месте. Я не знаю, чего я хочу. А, мое колено. Я не знаю, чего я хочу. То есть, когда я не знаю, чего я хочу, мой центр все время бегает так. Может, ты скажешь, может, ты скажешь, что я хочу. Да, 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 да. И чтобы отстроить тоннели реальности, необходимо, чтобы точка внимания была очень четко закреплена. Тогда тоннели реальности от нее отстраиваются. Вот так вот мы строим, создаем свою жизнь, пространство. А этот тоннель реальности отстраивается от того, чего я думаю, я хочу. Чего я думаю, я хочу. Я могу понять, чего я хочу, но не распознать, хочу я этого из боли или из умиротворения. И вот где я закрепился, мой... Хорошо, я расплываюсь. Как это слово? Фокус внимания. Где эта точка закрепится на моем определенном желании, да? Например, это желание из боли. Я говорю, я поняла, чего я хочу, это так круто. Я поняла, чего я хочу. Я закрепилась раз. И тоннель реальности отстраивается от того, что вы думаете, вы хотите. И если это желание из боли, то тоннель реальности отстраивается соответственно для того, чтобы поднять вашу боль. Ну, если это желание из боли, то вы говорите буквально вселенной. Но вы не хотите смотреть, что это желание из боли, да? Это определяется очень легко. Когда вы об этом думаете, у вас начинается тоска, грусть, печаль, депрессия, вибрации понижаются, хочется похавать и залезть в контакт. Все, кто смотрит трансляцию и будет смотреть видео, поднимите руки, у кого-то точно так же. Они сейчас только расскажут. И то есть, если вы сбрасываете ответственность за то, чтобы понять, распознать, ваше желание, ваша цель, она из боли или из умиротворения. Если вы сбрасываете ответственность в себя в этом моменте, то вы берете собственное желание. Например, я хочу конезавод. А что вы смеетесь? Нормальное желание. Я вот сейчас хочу конезавод. Да, хочу конезавод. Так, ну, я хочу конезавод. Мы тоже. Как же сделать, чтобы конезавод мне тоже захотел? И вот, когда я об этой мечте думаю, да, у меня не ржака, как у вас. У меня идет такая легкая грусть. Ах, когда у меня будет конезавод. Когда у меня наконец-то будет конезавод, я почувствую себя счастливой. И наконец-то, наконец-то я смогу просто ездить на лошадях. Чувствовать там ветер в волосах. Либо если пострижен. Я не знаю, что ты от моего имени говорила, что я хочу конезавод. Так, ну, серьезно. Возвращаемся. Я же пытаюсь мысли донести. Я же тоже расплываюсь, е-мое. Попробуйте из огромнейшего океана сфокусироваться в этом маленьком теле. Мне татуировки для этого, чтобы сфокусироваться. И вот я расплываюсь. А вы ржете? Вот, я мечтаю о конезаводе. Когда у меня будет конезавод, да, я смогу почувствовать... Хотя перепрыгиваю, ну... Я смогу, катаясь на лошадях, представьте, что это она, да, и почувствовать ветер в волосах. Вот, у меня будет, естественно, много бабла, да, я смогу купить себе дом, он будет большой, просторный. И там у меня тоже будет ветер в волосах. И тогда я смогу сделать классный ремонт, о котором я мечтаю. И тогда у меня будет крыша стеклянная. И я буду смотреть на звезды, и льви, как капает дождь. Это вполне, ну, да, реальное состояние, когда вы думаете, когда я реализую свой конезавод, тогда, наконец-то, я смогу наслаждаться жизнью. Я смогу почувствовать радость и легкость. Тогда у меня наступит внутреннее умиротворение, и уйдет любой внутренний конфликт. То есть, представляете, сколько всего переносится на один простой конезавод. Что, в общем-то, мое просветление случится, когда я реализую конезавод. Потому что, когда у меня наступит умиротворение, уйдет внутренний конфликт, я смогу кататься на волосах. Это уже Сальвадор Далин. И вот, когда я реализую свой конезавод, у меня уйдут все внутренние конфликты. Я думаю, что, когда я реализую это желание, это желание, эту мечту, эту цель, у меня уйдут внутренние конфликты. Будьте внимательны к себе, когда вы чего-то хотите. Мы знаем кучу этих запугиваний. Желание, это страдание. Или думай, будь аккуратен с тем, чего ты хочешь, это исполняется. Или там китайская... Мудрость. Не, не, не. Проклятие китайское, чтобы исполнилось... Чтобы исполнилось твое желание. Твое самое советное желание. Чтоб там больше ничего не осталось, и в гробик на два метра по земле. А то слишком мы перенаселили планету. Это оно у них не работает. Они множатся и множатся. Как они не боятся. Вот. И вот много людей, которые идут по пути поиска просветления, они в первую очередь что делают? Они разделяют себя на свое тело и на свой ум. Они говорят, я не то, не то. А желание приносит страдание. И это боль, и это однозначно не то, что мне необходимо, потому что я ищу умиротворение. И чтобы не было ни одного конфликта. Это склеивается с тем, чтобы не было ни одного желания. Чтобы мой ум заткнулся наконец-то. Вот. А в теле наступило умиротворение. То есть, в общем-то, для меня из моих исследований все намного-намного проще. Если есть осознанность, то такую херню в голове делать не надо. Потому что, когда вы утром просыпаетесь, и у вас есть... Да, вот вы приходите, например, завтра. Вернее, что приходите завтра? Вы сегодня приходите домой. Смотрите, спрашиваете свое тело. Так, чего же я хочу, да? То есть, какое же у меня предназначение? Какое у меня самое сильное желание? Какая же у меня мечта, да? И вы утром просыпаетесь, а вам снился сон про конезавод. Лошади, дом, ветер в волосах. Все так классно. И вы просыпаетесь, испытываете огромнейшую тягу. Тяга будет по-настоящему. Помните, тяга будет настоящая. Да ну, чего я так расплываю сейчас? Это что, солидарность, да? Я в курсе. Так вот, тяга будет настоящая. И вот вы просыпаетесь утром. И у вас есть это желание. Вы говорите, задержки не произошло, да? Не произошло задержки на осознанность. Откуда это желание? Что я испытываю, когда сейчас буду думать про конезавод и чувствовать эту тягу? То есть, когда я испытываю эту тягу внутри себя к этой мечте, к этой цели, к этому желанию, что я испытываю? Та задержка, которую необходимо вставить, чтобы потом всякую хрень не создавать в своей жизни, да? И вот, а здесь не было задержки. Я просто жутко рада, что наконец-то я поняла, чего я хочу, у меня офигительная тяга. А всю жизнь я живу и четко понимаю, если есть тяга, это туда, куда мне нужно идти обязательно. Да? То есть, если я очень чувствую голод, я понимаю, надо пойти пожрать, да? Если я чувствую, что хочу покакать, надо пойти покакать. И таким образом, когда я смотрю на социальную жизнь, я понимаю, если у меня есть тяга, нужно пойти и реализовать эту тягу. Все очень просто. И сюда не вписывается, нужно осознать, откуда эта тяга. Просто потому, что на обычных физиологических процессах дефекации и голода очень абсурдно ставить, если я хочу посрать, да? Из какого состояния это желание? Паузу может привести. Да. Хотя с голодом это очень даже работает, да? Особенно, когда вы переходите на другой вид питания и у вас начинается голод при стрессе. А голод при стрессе без перехода на питание происходит, да? Понервничал, пошла съела шоколадку. Кто так делает? О, видите? Только не шоколад. Ну ладно, что-то другое, да. Понервничала, пошла, поела. Понервничал, пошел, поел и поселил ВКонтакте. Когда очень сильные нервы, я кушаю и смотрю за поем сериалы. Ой, ептель. О, хорошо. Селил ВКонтакте, пошел поел. Поел, не открыл ВКонтакте. Поел, поспал, не находят ВКонтакте. Так. Как вы говорили, будет слово не сеть. ВКонтакте. Есть ВКонтакте. Так, надо вернуться же. Поржали, это хорошо. Откуда эти желания? Да, это я сейчас по задержку очень важная рассказываю, да? То есть, без этой задержки на осознанность получается просто следованию тому, что вы чувствуете. мы видим повсеместное выражение этого процесса при создании семей и рождении детей, да? Все начинается, я ехала в маршрутке, я посмотрела на него, я почувствовала что-то такое сильное, а потом он посмотрел на меня, а потом подошел, познакомился. потом родили детей, а потом он познакомился. Ну, это запущенный случай, да? А все началось с одного момента, я почувствовала, и потом реализовался целый тоннель реальности. Понимаете, очень важно, очень ценное, необходимое качество и способность понимать, как вы отстраиваете пространство своей жизни. А то, получается, вот я сейчас сижу, как я сюда попала? Хрен его знает. Самолетом, как говорят. То есть, а да и какая разница, если я уже здесь, да? А если я здесь, значит, так надо. Вот. И, значит, все идет, так как необходимо, чтобы шло, высшая сила меня ведет, высшая сила создает тоннель моей реальности, а я просто плыву, как бревно по реке, да? Ну, мой вариант. Очень хорошая наука. Бревно это березно. Я, когда видеоролик снимала про зеркальную комнату, я вырезала там вместо бревно говно. Как оно по реке. Да, как оно по реке, точно. Так вот, если вы будете смотреть, с чего все начинается, вы сможете обнаружить, что начинается все с чувства, с некой тяги, с примагничивания вашего внимания к реальности, к куску реальности снаружи. А теперь смотрите, вы рождаетесь, сейчас главное не сбиться. Кстати, вот так вот я себе центру, заикаряю, это вообще. Вы рождаетесь, у вас есть в теле проживание единой природы, от которой мы по разным причинам в действии отказываемся. есть предназначение, которое мы тоже выбираем не очень-то осознавать, потому что ты не очень в тему папе с мамой, у них уже там план на юридический, экономический. И происходит коммуникация, диалог меня, моего тела с меня мирозданием, то есть тело с мирозданием, примерно. Короче, происходит коммуникация и диалог меня с внешней реальностью. Я и мир. Я и мир. А как часто мы задаем вопросы вслух, да, вселенной, Богу, Дао, еще кому-то, высшему Я? Сколько вопросов мы туда кидаем? Сколько вопросов мы задаем? Один, да? За что? Гениально! Да, с самого детства. За что? За что ты так со мной? Значит, попозже. И вот происходит мой диалог, да, мой диалог с внешним миром. И когда я этого не осознаю, что у меня диалог с внешним миром, я не ставлю себе галочку, что тягу, которую я испытываю, это ответ мироздания на мой вопрос. то есть, чтобы как-то привлечь мое внимание, да, к ответу, мне необходима тяга, необходимо, чтобы мое внимание примагнитилось на внешний слой реальности. И тогда я чувствую тягу вот туда, то есть, мироздание посылает сигнал в нервную систему, а так как мы все соединены одной нервной системой, да, мы являем собой мироздание, то когда своему высшему я вселенной Богу дал, мы задаем вопрос, или это даже может быть не озвученный вопрос, а просто внутренний крик боли, то мы получаем ответ, но чтобы услышать этот ответ, нам необходимо быть внимательными и распахнутыми, чтобы слушать, а из-за большой боли, депрессии, тревог, выбора перенести ответственность на кого-то еще, мы уже не распахнуты, мы уже закрылись и думаем, когда все только наладится, надо просто посидеть, подождать, залезть под диван, обнять себя за коленки и закрыть глаза, и сейчас посчитать до пяти, и сейчас все будет хорошо, мы уже не распахнуты, и тогда, чтобы мы могли услышать ответ мироздания, посылается сигнал в нервную систему, и идет тяга, тяга какому-то пазлу реальности снаружи, не понимая этого, мы пытаемся построить отношения с этим пазлом, мы пытаемся поиметь с ним секса, или хотя бы покушать с ним в кафе, а вдруг потом получится и секс, и семья, и дети, и умрем в один день, как этот прикол, я так мечтаю, что мы с тобой умрем в один день, дед, прекрати, гениально, вот-вот, вот-вот, это, и это очень-очень необходимый пазл для понимания и осознанности, что мы не только с собой, со своим телом общаемся, мы общаемся не только друг с другом, с деревьями, с планетой, мы общаемся со всем миром, но когда мы не хотим слышать ответ, мироздание рождает в нашей нервной системе тягу, чтобы просто примагнитить наше внимание к ответу, а еще мы что делаем, мы такие, ой, пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста, таким языком, чтобы я поняла, самый простой язык, чтобы можно было понять, это влюбленность, а вот такие тонны реальности становятся, да? Еще люди. Чего? Ну, люди. Ну, по всем. Представящим. Чего? Можно ли субтитры на русском для пятилетнего? Тогда... Бьют? Да. Заходим. Ага. Это же кукушка. Спасибо. Как тебе? Вот. И вот происходит диалог. Когда мы хотим слышать, мы очень быстро слышим ответ. Вселенная отвечает нам в тот же момент, когда мы задаем вопрос. Вообще приколе, она отвечает нам намного раньше. Я для себя лет 18-20 нашла такую штуку. То есть я сидела, наблюдала, я осознавала, что вообще у меня в жизни творится и происходит. Я увидела, что когда у меня возникает вопрос, уже боль, да, я спрашиваю, блин, что так происходит, что же делать, в чем же фишка? то в течение недели до этого момента Вселенная уже дает мне ключи. Она со мной вообще-то разговаривает еще уже, ого-го-го, а я не хочу слышать, дохожу до момента боли, люлей, до момента боли дохожу, и потом кричу и вопрошаю, за что? Что же это такое? Что за несправедливость? Ну ладно, хорошо, типа, если это сама создала, нафига? И тогда я начала смотреть назад. То есть, когда я уже прихожу к тому моменту, что у меня начинается вопрос, зачем и нафига, я начинаю анализировать последнюю неделю, две своих жизни и искать ключики к этой ситуации. То есть, буквально, флажки, которые Вселенная расставляла, когда она пыталась мне дать мне ответ, который я сейчас уже озвучиваю. И тогда я нахожу эти ключики и понимаю, блин, то есть, я могла еще неделю назад все понять и в этой жопе не оказываться. Это очень такой прикольный момент, что у нас есть ответственность и выбор. Это важные инструменты. Безосознанности это полная жопа. Безосознанности, ответственности, выбор не получится применять, потому что если я не осознаю, где я нахожусь, да, вот я не вижу, где я нахожусь, и запахов не слышу, и здесь нифига не слышу, то ответственность и выбор бессмысленны для меня. Я даже не понимаю, где я нахожусь. Там храпит, да? Напомните, пожалуйста, о чем я так что говорила. безосознанности ответственности. Чуть-чуть до этого. Что заранее прошли. Ага. Ты еще что-нибудь для того. О, да. Надо микрофон и динамики для тех, кто в туалет ходит. Продолжается трансляться. Вот смотрите, безосознанности ответственность и выбор становятся бессмысленными. Однако, если есть осознанность, но ответственность и выбор, то есть, если осознанность не применяется к сферам ответственности и выбора, то получается, что мы создаем тоннели реальности на два месяца, на год, на пять лет, на десять лет. Просто, чтобы получить ответ от мироздания на вопрос, который мы задали неделю, за неделю до того, как все это началось. Получается, для меня это достаточно абсурдно и КПД такой жизни очень низкое, если не в минус. для меня это неэффективный способ жизни. То есть, если я общаюсь с мирозданием и у меня проявляется тяга, и при этом у меня есть осознанность к тому, что я несу ответственность за понимание, что происходит внутри меня, что происходит снаружи, как это происходит, что я чувствую, какие у меня ценности, дуёный компромисс или нет, существует ли для меня до сих пор понятие компромисса в какой-то сфере. Если я не использую это, тогда я создаю целый тоннель реальности, я начинаю проживать его, ведь это жизнь, это наше время и пространство. Что у нас здесь есть? Есть время и пространство. То есть у реки есть русло, по нему плывёт бревно. И это бревно может сделать себя кораблём с капитаном и осознать, куда ему необходимо приплыть. Когда мы осознаём, куда нам необходимо приплыть, мы понимаем, что как корабль нам необходимо ещё загрузить на себя пассажиров, да, пассажиров. Запас продуктов, да. Так, ну ладно уже. Вот, то есть когда мы начинаем понимать при осознанности выборе и ответственности, что мы не только русло реки, река просто бревно, которое течёт по этой реке. И что не важно, что мы делаем, мы просто течём по реке, плывём, да, по реке, мы наслаждаемся, у нас светит солнце. И каждый из вас может выбрать такую жизнь, да, сказать, я выбираю просто плыть по реке. То есть я верю, что моя жизнь это просто важно плыть по реке, а русло будет направлять меня, да, там птичка будет садиться, и я раз туда поплыла, в то разветвление, или там упадёт дерево, раз, я остановлюсь, значит, так надо. Дерево забрали люди, да, я поплыла дальше. И здесь вы выбираете просто качество своей жизни, это неплохо и нехорошо. То есть картины Сальвадора Дали это неплохо и нехорошо, правильно? Это выражение того, как воспринимал человек своими, его ценности, его качество жизни. Пикассо это тоже неплохо и нехорошо. Кто вообще видел картины Пикассо? Не знаю, что я могу. Сейчас ты меня собьёшь, не надо. И это неплохо и нехорошо. Это то качество жизни, которое вы выбираете. Вы выбираете быть бревном, которое плывёт по реке в умиротворении, в счастье. Никаких внутренних конфликтов, вы просто движетесь. И это ваш выбор. Если вы при этом очень счастливы, это круто. Здесь одна фишка, маркер умиротворения и внутреннего счастья, того, что вы реально двигаетесь по пути предназначения, по пути того, для чего вы родились, маркер — это когда внутри вас фонтанируют свободно эмоции радости, когда выражается свободно нежность в голосе, в прикосновениях, во взгляде, в движениях, в поступе, в осанке. фонтанируют 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 есть разница есть разница, если я буду вещать так. Сейчас, подожди. Блин, это надо читать, чтобы так вещать. Блин, я так не смогу, да? Сейчас. У вас есть ответственность, а еще у вас есть выбор. А недавно я прочитала в Бахагаватките — че ты ружешь? Я же показываю пример. Блин. А вот недавно я прочитала — — — — — — — — мы тут говорим о маркерах. А че ты смеешься? Ну реально, если бы ты пошел в туалет, здесь что-то важное. Я оттуда слышал все. А оттуда слышал все, да? Ну я че-то это пропустил. Я не обращал меня. Я рад. Мы здесь говорим о моменте того, что если ты выбираешь плыть бревном по реке, на тебя светит солнце, ты в умиротворении и счастье, все классно, то это просто то качество, которое ты выбираешь. И здесь очень необходимо видеть, если реально твое предназначение в том, чтобы плыть бревном по реке, то ты будешь испытывать кроме умиротворения и отсутствия конфликтов еще эмоции, которые свободно фонтанируют изнутри. И здесь я сейчас показываю разницу. Если я буду вещать... Блин, у меня ржина, пожалуйста, две минуты. Если я сейчас буду вещать очень так информационно, да, Одесское время там такое-то, такое-то. Сегодня мы поговорим с вами про... Будешь ржать, я пытаюсь сделать серьезное лицо. Поговорить с вами на тему ответственности, осознанности, отстраивания реальности. Это все очень серьезно, запомните. Все пупеньки. Запишите. Либо я вещаю вот так вот. И вас их прет, да, нормально? Нет, ну почему вы смеетесь? Почему вы смеете? Посмотрите. Я могу вот так вот вещать, при этом я могу очень умные вещи говорить. Я поясню, почему вы смеетесь. Да. Ну у тебя не получается выйти. Блин. Короче, я могу очень серьезно вещать. Ну не надо. объясняю, что Ленин был агрессором, да? А он серьезно так Ленин был гривом, а Путин грабом, да. Вот. Разговорчики в строю. Смотрите, я могу реально попробовать переключиться, естественно, я не переключусь бы, я так не могу, да. Но моя вещь может быть серьезной, информационной, насыщенной, с цитатами, и все будет очень по теме. Все будет очень серьезно, очень по теме. Это то же самое, как я буду просто читать доклад, да. Там, четыре способа творения реальности. Первый, это там, для понимания. Второй, это обучение. Третий, это творчество. Четвертый, это служение. Через 15 минут вы все захотите спать. Но я буду говорить очень важные вещи, да, очень ценные вещи. Это будут реальные инструменты, это то, что можно будет реально использовать, применить, изменить свою жизнь. Просто я буду вещать только на информационном поле, только информация будет идти. Эмоции у меня не будет, да, они будут, вернее, настолько низкие, у меня будет просто как это, я ваше неизбежное зло, у меня нету любимчиков, это наша ученица по-латынь была. После этого все внутренние конфликты просто рассеиваются. Особенно, когда перед контролем. И вот видите, я не могу без шуток, да, нормально? То есть эта информация реально будет рабочей. Если ее применить, она реально изменит вашу жизнь. Но когда я не понимаю, какое мое предназначение, вернее, когда я не ценю свое предназначение, то есть я понимаю, да, у меня есть много знаний, да, я понимаю, что мне нужно все эти знания вам впихнуть, так? А так как я знаю, как отстраивать реальность, поэтому я создаю тоннель реальности с бесплатным залом, и вы просто вот приходите, в Одессе куча народа приезжает, вот, и я вам впихиваю знания. То есть когда я просто знаю о своем предназначении, но не ценю его, я просто тупо передаю вам инфу, то есть по сути я людей не люблю, это как бы мне нужно вам передать инфу, да, я ангел с другой галактики, я сейчас вам передам все знания, а вы что хотите, то и делаете, это ваша ответственность. Это я так буду делать, если я не ценю своего предназначения и те знания, которые я несу. То есть во-первых, я пренебрежительно отношусь к вам, да, типа это же человечество, да, а я существо с другой цивилизацией, да, я себя помню с детства, о, и поэтому я знаю, да, понты такие, я знаю, что мне нужно сделать, мне нужно передать вам знания, сейчас уписываю в своих внутри, мне необходимо передать вам знания, вот видите, серьезно не получается, поэтому я сижу и вещаю перед вами, я Наталья Северская, вот-вот-вот-вот-вот, да, еще у меня есть второе имя и третье имя, и вам нельзя знать, что они обозначают, потому что если вы будете знать, вы будете иметь передо мной власть, то есть, знакомая ситуация, иногда мы такое слышим, информация бывает очень четкая, оттуда, очень четкая, все классно, вот только нервная система очень четко чувствует, что здесь нету ценности единства и самой глубинной ценности вот этой вот пульсации, пульсации жизни, которая стирает все границы и приводит к гармонии, мы одно целое, то есть, вы все это знание и так знаете, мне не нужно с умным видом в виде профессора сидеть и вещать вам, я тут вот, знаете, наструктурировала за два года вот это исследование, сейчас я вам все расскажу, идите и живите своей жизнью быстренько, сделайте мне рай на земле сейчас же, да, то есть, нервная система, отлично, что это? попроси, я сделал рай на земле, вот видите, у нас уже есть рай на земле, нервная система очень четко чувствует, что какого-то пазла здесь нету, здесь есть информация, да, но эмоции и чувства не транслируют жизнь и единство, транслируют что? Очень четкую фокусировку серьезности, да, это все очень серьезно, что вы ржете, да, а вы же человечество, я забыла, эмоции и чувства это такой неимоверно ценный, важный компонент отстраивания реальности, компонент проживания качества жизни, представьте, без чувства и эмоций, без нежности, без благодарности, без радости, без трепета, господи, без чего еще, без всего этого спектра, гнева, грехи, раздражительности, да, вот это вот там, ты меня достала, ну я тебя так люблю, милая, без всего этого, что будет? я вот даже представить не могу, какая-то жизнь будет без чувства и эмоций, если в мире больше не будет, ладно, в мире, слушай, если на планете Земля, у людей, у человеков, да, больше никогда не будет нежности и радости, что будет? вы можете представить такую жизнь без нежности и радости? Биозомби? Биозомби, да, все очень четко знаем, да, и что делать знаем, и это мы делаем, и отлично, и снова, go to 10, я знаю, кто я, я знаю, что мне нужно сделать, я это делаю, go to 10, я знаю, поэтому чувство и эмоции, это то, что позволяет проживать жизнь, проживать реальность, это ключ к тотальности, именно на эту тотальность происходят зажимы еще с детства, и уже через эти зажимы у нас проявляется агрессивный спектр чувств и эмоций, раздражение, негодование, возмущение, претензии, отвращение, цинизм, и уже просто от того, что мы сами себе запрещаем эту тотальность, запрещаем чувство и эмоции выражать просто фонтаном, да, это потом, когда нам 30 лет, и мы слышим эту фразу, да, выражать чувство и эмоции, мы что говорим, это что, если я захочу кого-то там, не знаю, там, оскорбить, убить, еще чего-нибудь сделать, я просто должен пойти это и сделать, в естественном состоянии свободное выражение чувств и эмоции, это легкость, радость, гармония, благодарность, трепет, это беззаботность, безмятежность, это умиротворение, это при этом покой, и огромнейшая гибкость, и наполненность энергиями, веселье, счастье, смех, понимаете, а когда мы делаем зажимы на этом огромнейшем потоке, начинается раздражение, недовольство, обиды, зависть, ревность, ненависть, и потом, когда вот с этим зажимом на этом огромнейшем фонтане, мы слышим эту фразу, и мы смотрим на наш фонтан, и понимаем, что, мне нужно это все выражать, свободно, отпустить, сейчас, да, нет, почему, есть такие люди, которые гордятся тем, что они свободно выражают именно пережатый поток, они говорят, так вот, да, у меня тотальность, полная, тотальная, тотальность, сейчас нужно вернуться в центр, класс, сейчас нужно вернуться в центр, галактический центр, кто видел, как вода из шланга течет? Кто не видел, легче сказать, кто не видел, как вода из шланга? И когда пережимаешь, немного, чуть-чуть пережимаешь, и начинается, во-первых, более сильная струя, да, во-вторых, идут капли в стороны, да, так вот, это и есть, когда пережимаешь на естественном, на естественном состоянии тотальности, ты пережимаешь поток напряжением, да, и думаешь, бля, у меня такая жопа внутри, так что же делать? А, соответствовать, 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 только понимаешь, ты снаружи соответствуешь, а внутри вот это, то есть, если... причем даже то, что люди хотят, там как бы, но... Да, 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 и у тебя выбор, хорошо ты можешь соответствовать, но ты будешь вот с этим вот соответствовать, хотите, великолепно, это, блин, это, блин, чё? Это вот так. Ну, чё вот мне, чё, чё вам не нравится? Смотрите, я всё делаю, я всё делаю, да, я всё делаю. Либо направить внимание внутрь себя и посмотреть, где этот зажим, почему ты его делаешь, и страха перед чем ты это делаешь, то есть какая у тебя внутренняя боль, где ты не видишь, что вселенная о тебе заботится и где ты не видишь, что ты какой выбор делаешь, такую реальность и создаёшь. То есть выбираешь вот это, значит реальность у тебя вот такая. Выбираешь вот это И потальность И когда ты посмотришь Внутри себя найдёшь В этом уже нет смысла Нет смысла в напряжениях Нет смысла в этом Нет, ты же не делаешь так Ты делаешь так То есть в этом театре Больше нет смысла Когда ты понимаешь Из какой боли Из какого страха Ты делаешь пережим на этом потоке То есть где ты сбрасываешь ответственность за простое осознавание Я делаю этот выбор, значит у меня такой тоннель реальности Я могу сделать этот выбор, и у меня будет вот такой тоннель реальности Если я не знаю, как сделать из этого выбора вот этот выбор То есть если я не знаю, если ты не знаешь, как переключиться У тебя всегда есть тело, всегда есть мироздание И оно отвечает буквально изнутри, тебе приходит понимание Блин, если у меня есть выбор, значит я имею право Это очень важно при работе с запретами При работе с запретами, переносом ответственности Находится такая штука Во-первых, мы запрещаем себе, мы не разрешаем себе Еще глубже, мы лишаем себя права Лишаем себя права даже чувствовать А если еще глубже, мы лишаем себя права испытывать потребность в том, чтобы чувствовать Это полная капитальная жопа Просто потому что если я не чувствую, значит нигде у меня внутри ничего не проявляется по этому каналу Если я не чувствую нежности, у меня не получится слов из нежности, мечты из нежности, движения из нежности Я даже думать не смогу в сторону нежности Потому что у меня нет потребности чувствовать нежность Так вот самые умные из нас, одаренные дети, которые приходят сюда И поднимите руки, да? Все поднимите руки Это всех касается, реально это всех касается Потому что копаешь сверху и думаешь Я обычный человек, у меня пару запретов, там все нормально Нифига подобного Мы все очень умные, очень хитрые и очень одаренные Мы приходим с детства, видим эту жопу Понимаем, надо выжить, а потом отстроить реальности, эту планету И перенести золотой век в этот мир Все мы чувствуем стремление к гармонии, единству и счастью И мы думаем, так, ну для того, чтобы нормально пройти этот период Мне необходимо не испытывать этого, этого, этого Тогда я не буду проявлять это Тогда я смогу спокойно вот тут пройти А потом, когда это закончится, этот вот кошмар здесь закончится Я пройду, вот тогда я себе разрешу это Это начнет проявляться, я этим наполнюсь И буду создавать реальность То есть мы очень умные люди Существа просто с мегаосознанностью Кроме одного элемента Вообще-то это можно делать уже сейчас Так вот здесь вот для того, чтобы не чувствовать Чтобы не, вернее, не делать, не выражать агрессию, недовольство, раздражение Чтобы мама давала мне деньги, карманы Чтобы у меня была еда, чтобы просто меня не кричали Чтобы этого не было, мне нужно не делать вот таких действий То есть отказаться от вот этих действий Чтобы прожить этот момент То есть когда я вырос, да, лет уже в 18, да, я там смогу зарабатывать сам деньги Тогда у меня начнется моя жизнь И я буду исполнять предназначение Главное даже и до этих 18, да А чтобы... Сбежать куда-нибудь и там уже исполнять Да-да-да-да, в пещеру, да, это самый классный вариант Так вот я буду транслировать на весь мир свои чувства, эмоции, просветленность Я, по-моему, буду помогать всем Нет, ну просто по факту еще бывает, эта тотальность проявляется Я буду махаситхом на горе В смысле я хочу сбежать от мамы Но у меня там будет контакт Да, точно И скайп И скайп Если будет скайп, мама меня найдет везде, да И контакт, если будет Так вот, смотрите, да И мы очень классно делаем Так как мы высокоосознанные существа, одаренные дети Мы говорим, да растую, сделаю, да А чтобы у меня сейчас была большая стабильность Меньше психологических травм То есть реально, мы в детстве очень четко понимаем Чем меньше травм на нервной системе Тем легче потом начать выражать поток То есть это не просто так, мы такие тупые и неосознанные Что вот этот кусок мы понимаем, как реализовать А здесь затупили Мы очень четко понимаем, что необходимо Как можно меньше травм на нервную систему Для того, чтобы выражать поток Для того, чтобы потом быстренько восстановиться Отстроить себя, да И служить на благо всех существ И вот здесь вот Исходя из нашего социума Мы выбираем Чтобы в нашем поведении Не выражалось там То, на что папа и мама реагируют очень агрессивно Бьют нас Лишают еды, лишают нервности, лишают внимания Самый простой момент — это соответствие Пока ты соответствуешь, ты в безопасности В этом социуме, в этой семье Пока я соответствую, я в безопасности Когда я дорасту, да, и у меня будет своя свобода Я пойду зарабатывать деньги Я перестану соответствовать И я буду реализовывать собственное предназначение Это все очень просто, когда ты рождаешь Ну, когда ты в этом состоянии осознанности Никогда уже вырос и все забыл нафиг Ты четко понимаешь И это все у тебя просчитано Это просто план, да, бизнес-план Сюда, 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 сюда и сюда Все нормально, все очень четко Да, точно Но диктатуру нужно прожить Более-менее в безопасности, в стабильности В внутренней гармонии Чтобы не отказаться от своих ценностей От мечты От чего-то От чего-то очень важного Внутри каждого из нас есть искорка единства Если отказываешься от нее И вот очень быстро Очень быстро превращаешься в зверя В животное, которое рычит и бросается на внешний мир Пытаясь кричать вселенной Я какую-то хрень сделал Я не понимаю, что я там внутри нажал Но мне так больно Но мне так невыносимо жить Я не могу То есть, когда отказываемся от единства Отказываемся от источника внутри себя Наступает эра невыносимости Этот период невыносимости Убивает очень быстро То есть, если отключиться от потока В игре То тело просто на собственном ресурсе Доживет И разрушится Так как у нас есть свобода воли А при этом еще Мы убираем момент осознанности выбора и ответственности Чтобы пройти этап диктатуры Это там уже из-за человека Сейчас Последночина говорила Выбор ответственности Диктатура А нет, до этого Тема, которая Да Вот Что это бизнес-план Я не вспомню Я не вспомню Сейчас Разрушать себя И разрушать снаружи Разрушать себя изнутри Чтобы кричать Если вы интроверт Вы начинаете разрушать себя изнутри Крича вселенной Помоги мне Помоги мне Помоги мне Понимаете, все очень четко Мы живые существа Когда мы что-то делаем Это не потому, что мы тупые Тупое неосознанное быдло Это просто потому, что мы кричим о помощи Мы кричим о помощи вселенной И друг другу И те, кто доходят до уровня осознанности Высокое Они уже понимают Это крик о помощи Необходимо что-то делать Если вы интроверт Вы начинаете разрушать себя Пытаясь кричать вселенной Я не понимаю, что происходит Я здесь вот сбился Я здесь забыл Здесь потерял осознанность Здесь отказался Здесь не захотел бы осознавать Да? Это потерял осознанность Великолепная фраза, конечно Здесь я не захотел осознавать Не захотел нести ответственность Я думал Вот я вырулю сюда По бизнес-плану А получилось жопа То есть мы все время развиваемся Обучаемся И игры реальности Для этого Самая невероятная возможность А если экстраверт Тогда мы начинаем Разрушать людей снаружи Мы Но фишка в чем? Это либо маньяки Либо более опасная сфера людей Люди с высокой харизмой Которые притягивают других людей Высокая харизма Это значит, когда вы смотрите на человека Вам хочется с ним общаться Вам хочется, чтобы он вас обнял Вам хочется, чтобы он к вам прикоснулся Высокий уровень харизмы Если при высоком уровне харизмы Притягательности Когда нектар внутри тела работает В нервной системе И человек начинает притягивать К себе людей А этот нектар Притягивает К себе людей С болью То есть Сама функция нектара Внутри Это значит, что единство В нервной системе Начинает пылать И звучать И притягивает К себе Те нервные системы Где на этом уровне Боль Где на этом уровне Травмы Так вот Если человек Обладающий Пробужденным нектаром В нервной системе Не понимает Ответственности За то, что он создает Не понимает Не распознает Не несет ответственности За то, чтобы осознать И распознать Я создаю реальность Из боли Я убегаю Я пытаюсь разрушить Себя или других людей Или я Несу умиротворение Делюсь нервностью У меня легкость И радость У меня внутри умиротворение И покой И нету перератости Да А если я их нахожу Я их понимаю И еще больше Раскрываюсь Так вот Если не осознавать этого То нектар Притягивает К себе людей С болью Нектар Притягивает Через нервную систему Для того, чтобы Исцелить человека И да В итоге Естественно При таких Втолкновениях Даже если Другой человек Неосознанный Пытается разрушить вас То Мироздание Заботится И мы всегда Выходим с пользой И в любом случае Мы выходим с бонусами И это учит нас Осознанности Как тупой меч Это нас Делает более острыми Но здесь фишка В чем Мы сами выбираем Как быть острыми С высокой степенью Осознанности Либо Не понимая себя И тогда Мы сталкиваемся С такими ситуациями Где Вот это вот Как металл делают острым Да Такую Штуку Если Если нервную систему Человека Поместить в такую штуку Будет боль Будет очень сильная боль То есть Либо мы Свою осознанность Развиваем Через столкновение С реальностью Вот такой И нам больно И мы резко Начинаем осознавать Что происходит До этого Как говорят Пока все хорошо Нет смысла Осознавать И копаться в себе А потом больно Аааа Так что происходит Что происходит Так надо чтобы боль у нее лазь Так выпили таблетку Ой уже не больно Ай ну тогда не важно Что происходит Ну если есть у вас Такой механизм То смотрите Как вы создаете Свою жизнь То есть Это болевая ситуация Была для того Чтобы вы резко Стали осознанными Посмотрели Какой выбор вы делаете Какую реальность Разворачиваете И несете ли вы Ответственность За эту реальность То есть Согласны ли вы Тотально проживать То что вы создаете Классно что записывается На видео Подожди Не надо Не надо Меня сбивать Я тут Столько якорей поставила Мне еще возвращаться Обратно Видишь Я девушку не отпустила Так это помогает Сфокусироваться Вот И вот И вот у нас есть Эта искра Когда мы от нее Отказываемся Начинается Невыносимость Мы разрушаем Либо себя Либо людей Снаружи В огромнейшем Крики боли Помоги мне Я не понимаю Как я это делаю Не в смысле Помоги мне Исправь мою реальность Нет Помоги мне Понять Как я это создаю Как я это продолжаю создавать Поскольку я здесь игрок И ты просто отражаешь мне Мой поток Мои действия Мой выбор Мою осознанность И ответственность Вселенная не может взять за вас Ой Это не бабушка Вселенная это не ваша бабушка Со сверхзаботой Которая пытается вас поместить В комнату В психушке С мягкими стенами И она говорит Это твое счастье сынок Не рыпайся Я сейчас все за тебя сделаю Нет Вселенная не ваша бабушка Она не будет за вас Исправлять вашу реальность Она Как отличный Высокоосознанный Наставник Коучер Да Так вас забросает вопросами Вас так будет Об стенки штевать И кидать Пока вы четко Не сконцентрируйтесь Скажите Так стоп Сейчас я буду осознавать Подоходи Погоди Погоди Да Да Вот И тут механизм Бить перестали Раз мячик упал Ой, ну и хорошо И поплыл по реке Не буди лихо Пока она тихо Да Точно Идеально Да, вот отлично Не буди лихо Че-че-че Пока она тихо Да Ну пожалуйста Столько всего внутри Можно найти И вот Этот импульс Единство с источником Это то Что всеми силами Каждый из нас Входя в игру Пытается сохранить Очень четко Понимая Что если Кто-то из нас А мы Одна большая Семья Да Представьте Мы Одна большая Семья Представьте на секундочку Что все мы Друг другу Очень близкие Друзья Мы испытываем Огромнейшую родность Доверие Близость Мы можем Друг с другом Поговорить Просто представьте Хотя бы на мгновение Это И когда мы Сюда спускаемся Когда мы Спускаемся Сюда играть Мы очень четко Понимаем Эту искру Единства Внутри себя Нужно сохранить Нужно сохранить Поскольку Если кто-то из нас Выбрав Отказывается Осознавать Вот этот момент Отказывается Осознавать Вот этот момент И он Отказывается Проживать Связь с источником В этот момент Он становится Машиной убийства Либо себя Либо Других нас И когда Давайте так Я переформулирую Это Потому что Эту фразу Можно понять Очень по-разному Про машину убийства То есть Очень четко Осознавая Что В этом Огромнейшем Кангаламирате Где мы Друг другу Самые лучшие Друзья И мы Спускаемся В мир Все вместе Если кто-то Из нас По какой-то Причине Отказывается Испытывать Проживать Связь с источником Он начинает Разрушать Тоннель реальности Которые Все мы Удерживаем То есть Мы спускаемся Сюда У каждого Из нас Есть точка Точка Внимания Благодаря Которому Всех Кто спускается На эту планету Удерживает Тоннель реальности И если Кто-то Из нас В силу Каких-то Причин Отказывается Испытывать Проживать Связь с источником Он является Той нестабильной Точкой Которая Создает Разрушение Потока Реальности Который Мы все Пришли Здесь Удерживать И в этот Момент Те Кто рядом Направляются К этому Человеку Для того Чтобы помочь Ему Вернуться К единству То есть Разрешить Себе Иметь Право Тотально Проживать Единство С источником Просто Разрешить Себе Иметь На это Право Потому что Самые Глубинные Запреты Идут На лишение Себе Права Проживать Единство С источником И потом Эта точка Выравнивается Раз И все Снова Стабильно Мы удерживаем Здесь На планете Поток Реальности Который Нам Необходим Почему Мы сюда Впускаемся Но сейчас Как мы Видим В социуме Такое Время Что С точек Нестабильности Очень много И необходимы Очень сильные Столпы Осознавания И поэтому Первый Звездный Засев Второй Звездный Засев Третий Звездный Засев Для того Чтобы Снова Сделать Стабильным Поток Реальности Который Необходимо Поддерживать На планете Земля Вот и все И поэтому Рождаются Дети Которые Подходят К маме Говорят Мамочка Не плачь Мамочка Я тебя люблю Мамочка Вот посмотри И дарят Нам нежность Тот Который Мы Сами Отказываемся Показывают Нам как удерживать Общий поток Реальности Что мы Не отдельные Друг от друга Существа Мы сюда Приходим Создавать Создавать Реальность Проживать Ее Здесь Творить Наслаждаться Радоваться В легкости В радости А сейчас Так много Нестабильных Точек Так много Компромиссов Так много Таких Тонких Компромиссов Очень легко Увидеть Свой компромисс И самообман Когда Например Я хочу Конезавод А иду работать Экономистом Это большая Дыра Между тем Что я хочу И тем Что я выбираю Однако Намного Сложнее Если Это пространство Сужается Например Я хочу Рисовать Картины Однако Я иду В архитектурный Институт Я все еще Рисую Я черчу И я даже Дома Рисую Картины Но это Не то Что я хотела Здесь меньше Пространства Здесь нужно Больше осознанности Больше Распознавать Грани Того Что вы хотите И того Что вы Реализовываете Что вы выбираете Реализовать Еще сложнее Когда пространство Сужается До такой Степени Когда это Сверхтонкий Компромисс Сверхтонкий Компромисс Создает Самый Большой Разнос В тоннеле Реальности То есть Пока у вас Большое Пространство Между Я хочу Конезавод А иду Экономистом Здесь Очень четко Понимаете Вот это Вот То есть Здесь вот как раз И есть Рычаг К осознанности Я хочу Я хочу Я хочу Делаю Вот это И если Мне фигово Я понимаю Откуда Ноги Растут Если Я начинаю Работать С собой Хоть Немного Копать Я Если Смотрю На ситуацию То Я понимаю Очень быстро Это И они Редкие Потому что Большой момент Пространства Между тем Что вы Хотите И тем Что вы Выбираете И у вас Есть Осознанность Как только Вы смотрите На свою Неудовлетворенность Вы моментально Понимаете А это Потому что Вот это И поэтому В тоннеле Реальности Точка Зеркала Она Точно такая же Она как бы Ну это как Тынь И ты такая О блин Это же потому Что вот это Раз И здесь Вы можете Развиваться Да А можете Забить на это И тогда Снова Необходима Вторая точка Но это как Большой разнос То идет опять Тынь И этим Это И как бы Сложно Когда очень Очевиден Компромисс Который вы делаете То такие Напоминания Зеркала От реальности Они Незаметны Они Привычны И просто Начинаешь с этим Жить И говоришь Ну да Иногда это происходит Я ненавижу Бухгалтерию Да 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 Ну вот Это же очевидно Правильно Все нормально Все хорошо Вот И вот так вот Извини конечно Что я на тебя Практикую Показываю Вернее Вот И это становится Нормальным Естественным Вы привыкаете И вы говорите Ну мне же Необходимы деньги Да Чтобы там Семью Детей Все остальное Поэтому Да Делай так Делай так Сама качаться А потом смотрите И здесь резонанс Сильнее Потому что вы Начинаете качаться Сами И с зеркалом Вы соприкасаетесь И еще побольше В амплитуде Потому что Точка Она Так и остается Маленькая А вы еще больше Качаетесь Качайся больше Я буду держать Просто Вот И отклоняетесь Вы Сильнее И таким образом Происходит Затягивание То есть Ситуации Становятся Чаще Видишь А не чаще Делай амплитуду Так хорошо Вот Ситуации Становятся Чаще И сильнее Чаще И сильнее Просто за счет того Что мы сами Начинаем Поддерживать Я же знаю Что я сейчас Натолкнусь И как бы Я сейчас Чуть притормаживать Начинаю Я лучше отклонюсь Подальше Чтобы вот С этим Не сталкиваться Лишний раз Да Я отклонюсь И как бы Так аккуратненько Вот движется Такого вдруг И ударит Я снова отклонюсь О Отлично Вот великолепная логика И здесь Раз И вы снова возвращаетесь В момент Все привычно Все хорошо Все стабильно Да Был период жопы Но он прошел И уже все Снова привычно И хорошо Да И вот с таким компромиссом Можно жить очень долго И можно гордиться своей жизнью И можно сказать Что жизнь удалась Забывая о том Кто мы Для чего мы сюда спускаемся И что мы делаем Что мы удерживаем Тону реальности Так вот Когда компромисс Такой тонкий То он является Точкой С огромнейшей силой Это буквально Представьте Просто здесь мультик Я же не буду сейчас С тобой это делать Да Когда здесь точка Когда здесь точка С огромнейшей силой Отдачи Если здесь было Да Если здесь было Например Десять То чем тоньше компромисс Тем сильнее Сила отдачи Тем она Очень высокая Представьте Что здесь Десять тысяч Вместо просто десяти И когда ты соприкасаешься Со мной Ну это сразу Кровавое пятно На стекле Это разбитое зеркало И кровавое пятно И побитые кости А вы можете вспомнить Такие ситуации У себя в жизни Например Особенно женщины Это резкая влюбленность Сексуальное влечение Два-три месяца Своему опыти проверено Два-три месяца И потом Вдребезги на части И потом ты Год-два Себя восстанавливаешь Думаешь, господи Я этих мужчин ненавижу Да, я хочу Да, я не знаю Как у мужчин Это проявляется Потому что я Какая-то из своего опыта У меня была Вот такая тоненькая Компромисс Вот такой маленький Меня так расплющило А теперь я могу Вам об этом сказать Да? Вы хотели Снова Но Грубо говоря Младор Дамит Вынужден был Начать Портреты Что-то реализм Да? Что-то это Тонкий компромисс Нет Тонкий компромисс Я сейчас приведу пример Тонкого компромисса В реальности Но в твоей аналогии Это если Савадор Дали Будет писать В своем же стиле Но по заказу В своем же стиле Да В своем же стиле Но по заказу Коне развивали Для меня танец Это трансформация Это трансформация Тела В тело света И служение людям Я не раскрыла тему Да? Путешествовать Путешествовать Я хочу вот так вот Делять информацией Либо путешествовать Когда уже в освобожденном теле Я не раскрыла тему Понимаешь? Это такая фишка Я просто не раскрыла значение Вот Это был мой компромисс Который через два месяца Меня на куски разорвал два раза Вот А я такая думаю Так, ладно Я что-то психоэмоционально целостное Собрала себе снова Тык-тык-тык-тык-тык Но не озвучила Ну не подошли Сказала Понимаешь ли Мне это вот это Мы такие Давай попробуем еще раз Попробовали еще раз И опять На куски Это козер Хватит Тихо Тихо Да Надо что-то понять Тупо надо что-то понять Вот Так вот Тонкий компромисс В реальности Нормально будет Бытовой жизни Он проявляется Всем известными моментами Всем известными моментами Как Ну например Если поржать Хочешь писать И хочешь послушать Ладно Это еще не сверхтонкий компромисс Это не толстый Толстый Это толстый компромисс Ладно Сейчас Это когда Вы Встречаетесь Со своим Любимым человеком Иногда У вас В мыслях Просто На секундочку Проскакивает Другой человек Вы Вы Счастливы С тем С кем Вы Встречаетесь Вы Его Любите Или Ее И у вас Все Классно Все Реально Идет К свадьбе Или просто Вы живете Вместе Занимаетесь Общим Любимым Делом Все Хорошо Секс Великолепен Все Классно Но иногда В мыслях Иногда На маленькую Милю Секундочку Проскакивает Кто-то Другой Это Тонкий Компромисс Представьте Какая у него Скорость Отражения Это Невероятно Потому что Когда вы Сталкиваетесь С этим Зеркалом Ваша Жизнь Разбивается На мелкие Кусочки Вдребезги Потому что Разбиваетесь Вдребезги Вы С такой Скоростью Сталкивания С компромиссом При этом Обычно Разрушаются Эти отношения И они Разрушаются Негармонично Они Разрушаются Через Ненависть Месть Деление Детей Деление Квартиры Взаимная Ненависть Выяснение Отношений Конфликты До тех пор Пока не будет Обнаружен Этот сверхтонкий Компромисс Как только Ваш сверхтонкий Компромисс Обнаружен Вот Вся эта война Она резко Гармонизируется То есть Понимаете Вселенная Мироздание Это все работает Очень просто Если вы понимаете Как это работает Тогда Вы Когда вы видите В какой комнате Вы находитесь Например Вот квартира У нас две комнаты Коридор Ванная Туалет И кухня Если я понимаю Что я нахожусь В маленькой комнате И я хочу на кухню Я хочу на кухню Сделать себе капучино Тогда Я Четко понимая Где я нахожусь Видя планировку Квартиры Я выхожу Из своей комнаты Иду по коридору Прохожу На кухню Беру все Что мне надо Завариваю Пью Наслаждаюсь И все это без Биения в стены Без нервных всплесков Кликов Да Тупо оставил Унитаз на кухне Да Да Типа такого Я все делаю Что? В умиротворении В спокойствии С легкостью С радостью При этом я еще думаю О своих творческих проектах Все круто Я насыщаю пространство Тем Что я чувствую И совсем другое Когда я Открываю глаза И фигею Где я нахожусь? А еще света нету При этом А капучино-то хочется А капучино-то хочется Да Да Вот это Это смертонкий компромисс Это вообще То есть я Я вообще не в курсе Какого хрена Да Буквально И тогда что начинается Темно Там например Глаз открыть не могу Фонарика нету Рук нету Рук нету Фонарик найти не могу Все что у меня есть Это Тело Без рук С ногами С закрытыми глазами А представьте Что и глаз нету Страшные такие Суреалистические картины И вот я открываю Я открываю глаза Я открываю глаза Я открываю глаза Я открываю глаза Точно Представьте Вы приходите в сознание В теле Где нету глаз Где есть только две ноги И вы понятия не имеете Где вы находитесь Но вы четко знаете Хочу посрать Но это Часть тела Тоже Отсутствие Это уже Не знаю Какой сил Компромисс Ладно Давайте при этом Вы четко понимаете Что вы хотите Капучино А рук то у вас Нету И вот При сверхтонком Компромиссе Жизнь Напоминает Именно такое Существование Две ноги Глаз нету Понятия не имею Где я нахожусь Но четко знаю Что хочу капучино А рук при этом нету И в такой ситуации Обычно Мы не включаем Осознанность Чтобы использовать Одну простую функцию Сотрудничество Помните Мы приходим На планету Все вместе Воплощаемся Снова и снова Создавая Выбирая тела Все вместе Чтобы удерживать Таня в реальности Определенного качества И сотрудничество В данном случае Это крик о помощи Просьба о помощи Но Есть два вида помощи Наши бабушки Или мамы Часто помощь Трактуют Как сверхзаботу Сделать за человека Сделать за ребенка То есть Если Представить Что Две ноги Без глаз Черт знает где Все время бьешься Обо что-то И хочешь капучино И при этом Для вас Понятие помощи Это когда делают За И вы начинаете Орать С криком Я хочу капучино То вы подразумеваете Что вам это капучино Принесут И вольют По глоточку Аккуратно Сначала с ложечкой Пенку будут давать Потому что Я например Люблю пенку В капучино Вот Гениально Капучино Принесли А у меня сняли Вольт ворота Да Так вот Если для вас Понятие помощи Это делать за Посмотрите Что происходит Приходит человек И он говорит Я могу Показать тебе Как пройти К тому месту Где можно Приготовить Капучино И что вы говорите Начинается что Вы же ожидаете Что вам его принесут И на ложечке Будут кормить пенкой Да Что начинается Возмущение Сильное возмущение Такой же силы Как и ваш Тонкий компромисс То есть Это определяющие маркеры Если вот Какой силы У вас возмущение Такой силы У вас Такой тонкости У вас компромисс Чем мощнее Возмущение Тем тоньше Компромисс Потому что Когда ты четко Понимаешь Хочу конезавод Работаю в банке Нет Это даже Это можно еще Совместить Хочу конезавод Работаю Контролером В автобусе То здесь Возмущение Не очень Потому что Четко понимаешь Сам лажаю По полной И возмущение Сразу стухает Так вот Маркером По Тонкости Компромисса Является Сила возмущения Та ярость Несогласия Вернее Потому что Ярость Это чистая энергия Как вот Молния Цунами А это Сила возмущения Это четкая сила Несогласия С тем Какая реальность Создается И начинается Что Да Я не понял Я же хочу Пенку С ложечки И аккуратно Знаете С уважением Меня Видите У меня Жук Блин Нету Глаза Нету Я неизвестно Что Неизвестно Где Хочу капучино Да вы что Вы Что это За общество Это же Просто Понятный Обычный Алгоритм Мышления Когда мы Сталкиваемся С какой-то Частью Реальности Вот так Вот Начинаем Внутри Думать Вот так Вот Внутри Реагировать Что За хрень Вы Меня Не Уважаете Что Это Такое Это Просто Люди Козлы Это Мужики Полные Сволочи Это Женщины Бабы Стервы И вообще Человечество Полное Быдло Вот Великолепно То есть Когда У вас Рождаются Вот такие Вот Возмущения Когда Хочется Просто Унижать Унижать Других Людей Унижать Их Не уровень Особенности Их Право Выбора На Такой Тоннель Реальности Когда Хочется Унижать Это Значит Обесценивать Высмеивать Очень Сильный Маркер По Ответственности За Качество Вашего Внутреннего Пространства Очень Сильный Маркер Это Такая Тонкая Вещь Когда Вы Испытываете Кому-то Нежность Но Начинаете Называть Его Словами Которые Подразумевают Совсем Другое Например Из Своей Жизни Приведу Мама Меня С детства Называла Знаете Как Бебезянка Жопка И Она Говорила Это Люда Так Вот Это Сверхтонкий Компромисс С Собственным Внутренним Качеством Как Вечного Существа Которое Приходит Сюда В Общем Потоке Сознаний Удерживает Тоннель Реальности Это Сверхтонкий Компромисс Это Огромнейшая Неосознанность На то Что Если Я чувствую Нежность То Она У меня Выражается По Всем Каналам Какую Нежность Я Испытываю Такой Она Силой Выражается По Всем Каналам И Если Я Испытываю Нежность То И Слова У Меня Милой Любимая И Это С Определенным Тоном Мы Когда С мамой Работали Я Маме Просто За Месяц Что С мамой Работали Я Не Давлю Сейчас На Маму Раньше У меня Это Был Этот Бзик Ну Я Хочу Жить В Нормальной Гармоничной Семье Давайте Побыстрее Вы Будьте Осознанными А Здесь Я Просто Раз В Неделю Или Когда Получается Ситуация Обычно Раз Два Раз В Если Был Ты Испытывала Ко Мне Глубинную Нежность Как Бы Ты Сказала Тут Мамы Ступор Ну Я Ж Из Любви Да Да Если Жопка Я Говорю Мам А Если Б Тебя Так Называли То Если Б Всю Жизнь Все Что Ты Слышишь Всю Нежность Которую Ты Воспринимаешь Это Вот Такие Слова Бебезянка Жопка Бум Безябрик То Личностный Рост Личностное Развитие Привязывается Вот На Такие Слова И На Их Трактовку В Социуме На Их Трактовку В Общем Информационном Поле А не То Что Мама Имеет В Виду Понимаете То То есть Вот эти Вот исследования По нейронной Алхимии Они для того Чтобы Очень кардинально Взять на себя Ответственность За осознанность За Выбор За Качество За то Чтобы Реально Вспомнить Кто Вы Есть Не в смысле Огромнейшее Великое Сознание Когда вы Просто В этой Пустоте Плывете Бревном По реке А за Кто Вы Есть Как Игроки В Вечности Кто Вы Есть Как Игроки В космическом Пространстве Да И Здесь Очень Очень Вот эти Вот сверхтонкие Компромиссы Это то С чем Реально Необходимо Работать Вы Можете Копать Год Два Десять Лет По всем Этим Механизмам Находить Свои Запреты Перенос Ответственности Но Если При этом Продолжаются Эти Микро Вспышки Вы Целуете Одного Человека А Потом Через Час Думаете О другом Игрите Не получается Зато У меня есть Вот это И учитесь Любить Вот то И Благодарить Вот Ваш Стабильный Кусок Реальности Когда у вас Проскакивают Моменты О другом То есть Для того Чтобы Не осознавать Эту ответственность И следствие За эти Маленькие Микро Импульсы Которые Говорят вам О тонком Компромиссе С собой О том Что Вот Где-то Вы Идете На Сверх Тонкий Компромисс И Это Будет Следствие Это Будет Следствие Если Я Возьму И Рукой Со Всей Силы На Те Самые Гвозди Естественным Следствием Будет Кровь И Дикая Боль Нормально Ну Это В зависимости От Силы Цигуна Я Просто Вот Здесь В Попытка Убежать От Следствий Это Когда Я Поднимаю Руку И Говорю Ну Значит На Все Высшая Воля Это Дано Мне Не Просто Так Наверное Это Моя Карма Сейчас Я Буду Учиться Любить Это Нет Сначала Мне Нужно Это Принять Там 5 Фаз Принятия Видеоролики Про Жирафа Если Кто Видел Видела В Ютубе Есть 5 Стадий Это Просто Видеть Надо Там Сначала Чего Злость Да Не Согласие Как Это Может Со Мой Происходить Это Несправедливо Так Не Должно Быть Потом Блин Не Помню Какие Там Потом Идет Чего Апатия Типа Короче Ничего Не Хочется Потеря Мотивации Короче Вы Учитесь Принимать И В конце Концов Вы Говорите Ой Наверное С Этим Даже Очень Счастливо Можно Жить У Меня Рука Кровоточит И Адски Болит Понимаете Это Тот Абсурд До Которого Мы Доходим В Своей Личной Жизни На работе Да В сфере Творчества И Вот У меня Кровоточащие Это Вот У меня Рука Болит У меня Тело Просто Разрывается А я Сижу Говорю Так Я Даже Такие Ошизевшие Глаза Расширенные Когда У меня Такая Сверх Радость Что Я Наконец-то Даже Знаю Как Я Могу С На взаимотворчество Вот Я Говорю Так Я могу С этим Радостно Жить Я Нахожу Учение По Карме Так Это Не Просто Так Наверное В Прошлой Жизни Я Кому-то Сделала Очень Плохо Вот Кого-то Также Проткнуло Этими Такими Штуками И Теперь У меня Проснутая Рука Так Спасибо Большое Вселенной Мироздание За То Что Сейчас У меня Такая Ситуация Понимаете Вот В этом Огромнейшем Тоннеле Реальности Который Мы Создаем Мы Уже Полностью Забываем О том Каким Мотивационным Моментом Была Такая Штука Что Нам Из Нормального Естественного Состояния Захотелось Делать Вот Так А Потом Вы Приходите Сюда И Спрашиваете Наташа Что Мне С Этим Делать Врачи Говорят Представьте Что Нету Никого Кто Проживает Боль Которая Есть В твоей Руке И руки Не существуют Врачи Говорят Я же Аналогиями Разговариваю Не надо Меня Полить Я Уже Так Пошутила На Лекции Осенью Про 2000 Лет Назад И Христианство Ржали Все Долго Но Это же Опасно Да Поэтому Врачи Есть Гвозди Да Так Возвращаемся Вот Вы Приходите И Говорите Наташа Что Делать Запомните Тот Момент Что Раны Не Заживают И Когда Они Начинают Затягиваться Они Чешутся Они Не Заживают Потом И Представьте Что У вас Уже Гангрена Рука Уже Полу Разложилась Раньше Это Было Вот Так Но Так Когда Вы Научились Принимать Вашу Руку С Театрской Болью Вы Перестали Видеть Что Происходит На самом Деле Начинаете Видеть Образ Руки Которую Вы Принимаете И Здесь Уже Полуразложившаяся Культяпка Уже Полный Сепсис Да Вы Уже Вот Такие Вот Уже Вообще Никакие Но Вы Этого Не Видите Потому Что У вас Есть Образ Принятия И Вы Говорите Так Это Карма Я Понимаю Нужно Благодарить Я Благодарю И Учусь Этим Жить Я Даже Знаю Примерно За Что Это Мне Было Дано И Это Все Не Просто Так Понимаете Да 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 Стопудово Гениально Вот И Готовы Реально Убить Любого Кто Попробует Вам Снять Ваши Очки Чтобы Вы Могли Во-первых Посмотреть На Руку Во-вторых Посмотреть На Себя Зеркало И Я Не Ношусь С Вами Как С Писаной Торбой Я Так Вот Беру И Оттягиваю Очки Вы Орете Что Ты Делаешь Не Хочешь Не Надо Вы Приходите Дальше Ну Пожалуйста Помогите Почему Ты Не Помогаешь Почему Ты Не Снимаешь Мои Очки Хочешь Объект Снял Да 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 Начинаю Снимать А Больно Прикрати Все Я Хочу Жить Нормальной Жизни Ладно Кто Вам Доктор Это Чтобы Просто Показать Глубину Насколько Сильно Необходимо Посмотреть Внутрь Себя И Если Вы Реально Хотите Быть Теми Самыми Вечными Существами Которые Помнят Себя Как Звездных Путников Которые Приходят Сюда Воплощение Для Того Чтобы Поддерживать Поток Реальности На Планете Чтобы Радость И Легкость Вокруг Себя Источать Гармонию Нежность То Если Вы Хотите Прийти К этому А не Просто Жить Тихой Счастливой Жизнью С семьей С детьми И Иногда Иметь Эти Моменты Проскакивания Импульсов О Другом Мужчине Когда Член Встает На Другую Женщину Когда Рядом Любимая Или Когда Ты Занимаешься Сексом И Думается Берлин Монро Это же Жена Ничего Страшного Любимая И Живите Дальше 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 Так вот Если Вы Хотите Так Жить Вы Можете Встать И Уйти Поскольку Это Все Для того Говорится Чтобы Вы Могли Понять Насколько Тонкие Вещи Очень Сильно Разрушают Тоннели Реальности Которые Создаете Вы И Как Часть Целого На Планете Создаем Мы Все Сбилось Сейчас Это Промежность Да И Вот Очень Красивый Будет У меня Личностный Рост И Личностная Развертка Когда Я Ассоциирую Себя Как Жопка Бебезянка И Нечто Вообще Что В социуме Не Озвучивается Бумбезяврик И Мы С мамой Разговаривали На эту Тему И В какой-то Момент Через Две Недели Просто Ко Мне Так Обращаются Я И Говорю Мам А можно Со мной Нежно Просто Можно Со мной Нежно Прямая Коммуникация Очень Важна Потому Что Можно Скать Мама Сколько Ты Можешь Называть Такими Именами Ты Что Не Понимаешь Какие Это Следствия Это Момент Того Что Я Показывала Я Несу На Планету Это Человечество Знание Пошел Ты В жопу Бумбутаврика Из России Вот Пустяла Сидеть Сейчас Еще Десять Минут И Будет Отдых Я Тоже Понимаю Что Уже Долго Просто Поток Так Капитально Идет Про Нежность Да И Я Просто Каждый Раз Маме Говорю Мам Можно Нежно Просто Можно Нежно Говорю Если Ты Чувствуешь Эту Нежность Вырази Мне Ее Вот Теми Же Словами Как Ты Чувствуешь Внутри И Мама Говорит У У Мен Ступор Потому Что Я Чувствую Но Мне Стыдно Это Говорить Вслух Это Не Сразу Произошло Это Две Недели Прошло В Какой Мам Мама Стала Готова Быть Очень Часто Стало Происходить Когда Я Говорю Можно Нежно Пожалуйста Можно Нежно Скажи То Как Ты Чувствуешь Потому Что Я Чувствую Твои Энергии Но Мне бы Хотелось Чтобы Это И в Словах Выражалось Потому Что Прикольно Буду Чувствовать Нежность Теперь Меня Будут Бить Топором Нежно От всей Души Поскольку Мы Все Вечно Единое Сознание И У нас Гармоническое Внутри Глубоко В клетках Состояние Сейчас Будем Пересказывать Начали Разбирать С мамой Она Нашла Что Стыдно Что В детстве Говорили Что За Телячьей Нежности Я Говорю Мам Ну Ты Сама Согласилась С этим Говорю У тебя Есть Нежность Ты Можешь Ее Выражать Абсолютно При Любых Обстоятельствах Несмотря Ни на Что Это Твоя Ответственность Ты Строишь Реальность Ты Часть Огромнейшего Потока Который Отстраивает Общую Реальность Через Свою Собственную И Говорю Ты Выбираешь Да Рядом Может Быть Существо Которое В механизме Мести Оно Обесценивает По теории Зеркал Значит Ты Внутри Выбираешь Обесценивать Сама Уже Раньше По какой-то Причине И Вот Это Просто Уже Следствие А Если Посмотреть Еще С другого Фокуса То Здесь У тебя Есть Просто Ответственность Все Равно Выбрать Говорить Нежно Хорошо Пускай Другой Человек Вот Здесь Эмоциональная Ответственность Другой Человек Выбирает Обесценивать И Сценизмом Да Там Сарказмом Высмеивать Это Его Ответственность Почему Это Должно Влиять На Ваш Выбор Все Так Же Очень Тонко И Грациозно Выражать Нежность Я говорю Мам Ты же Можешь Просто Вот И мы Начали Работать И Буквально Там Очень Быстро Получилось И Она Попыталась Сказать Слово Доченька Это Невероятно Потому что Потом Целую неделю Уже Две Уже Прошло Мама Бегает По Квартире Она Доченька Доченька Она Сама Обнимает До Этого Мама Боялась Ко мне Подойти Она В комнату Ко мне Боялась Зайти Вы Издеваетесь Есть Мама Есть Дочка Взрослая Мам Боится Зайти В комнату Ко взрослой Дочке Я Не слышал Про эмоциональную ответственность Что если другой человек выбирает сарказмом реагировать на нежность То это не определяет выбор все равно выражать нежность Давайте сейчас закончу И будем отдыхать Так вот До этого Мы там стоим в коридоре И видно что мама боится Она подходит Она хочет выразить нежность Хочет обнять Но у нее зажим Она боится И вот так вот смотрит Я раньше говорила так Мам Говорю Либо ты Отважишься И обнимешь меня Либо я пошла Это вызывает Хи-хи-ха-ха Это хоть как-то Растрясает ситуацию И потом уже Когда мы поработали То телесная реакция моментально изменилась Потому что через 20 минут Мама подошла И она меня обняла Она меня обняла без страха Она обнимает И говорит Доченька Доченька Она говорит Блин Это так было стыдно Это говорить Это Это всем по-другому ощущается Проходит там 2 часа Сижу я у себя в комнате И слышу Доченька В средней комнате И сейчас мама ходит И она спокойно Это выражает То есть я конечно Маме напомнила Я говорю Чтобы это не стало Привычным Доченька 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 Который уже не наполняется Изнутри Я говорю Просто отслеживай Когда ты говоришь По привычке Когда это наполнено Оно работает Все очень быстро Как только вы находите Свой сверхтонкий компромисс Отстраиваются Меняются телесные реакции И меняется Реальность вокруг Все очень просто работает Так вот сейчас мы закончим Я запомню на каком месте Закончила Буду прописывать дальше О чем говорить Отдых минут на 30-40 даже Вот Все Перерыв Продолжение следует...